Путин поручил, да, пишут за 10 дней придумать санкции против Запада, подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых государств, обхохочется, да, действительно придумать санкции, какие санкции Путин может придумать против Запада, ну вероятнее всего никаких, нет, санкции есть гениальные, не давать взяток. Представляете, что будет? Медведев, Зеленскому не нужен мирный договор, Медведев рассказал о клянчащем деньги у Запада Зеленском, вот так он рассказал, ну на самом деле он говорит те вещи, которые в том числе и на Западе слышат, ну потому что когда Запад санкционировал войну против Украины фактически, да, договариваясь с Путиным, ну это же было санкционирование, да, самое натуральное, рассчитывали на что? Украина разорвется, как лоскутный одеял, часть уйдет в Польшу, часть уйдет в Венгрию, ну там может в Румынию какую-то часть, на это не рассчитывают. Это все захватит. Россия, Путин захватит, и все, и не надо Украине ни деньги давать, ничего, Путин сам дает деньги, поляки сами разберутся со своей территорией, венгры сами, все, сразу же столько проблем улетает, да, но и с Путиным они в хороших отношениях продолжают оставаться. А тут вдруг украинский народ такой серьезный оказался, что накрутил путинцам хвоста, а российская армия оказалась говном вообще, мыльным пузырем, который, и она лопнула. Супер джоб, россиянам для счастья нужно 190 тысяч рублей, немного, но все-таки больше, помните, совсем недавно нужно было 60, сейчас уже 190, вот истинная инфляция, помните, 60 тысяч нужно было для счастья, совсем недавно, год что ли назад, сейчас уже 190. Российские торговые сети попросили Казахстан о помощи, магниты и ленты попросили о помощи Казахстан, да, с поставками помочь, ну посмотрим, в Госдуме предложили вернуть трудоустройство по распределению, куда же они будут распределять людей на фронт, сразу же, сразу же на фронт будут распределять, я так понимаю, в Госдуме, там же производства ничего нет, ни сельского хозяйства, ни производства, все убили нахер, да, вот и самое главное, что перспектив никаких нет, а тут будут вот на фронт распределять. В Госдуме уточнили информацию о переходе к четырехдневной рабочей неделе, да скоро вообще к однодневной рабочей неделе перейдут, потому что работать будет негде, все будет уничтожено. Мишустин объявил о запуске льготной ипотеки для IT-специалистов, вот IT-специалисты сидят и ждут, как, блядь, льготную ипотеку получить в каком-нибудь условно Белгороде, да, на линии фронта. Говорят, дайте к нам ипотеку на линии фронта, мы хотим получить. И IT-специалисты сейчас собирают манатки, пакуют чемоданы и говорят, Аривидерчи, дураки эти. Вначале они все запретили, а потом они решили, что им кто-то что-то сделает с точки зрения бизнеса, с точки зрения IT-технологий и кибернетического будущего. Кто им будет что-то делать? Для этого надо было создавать 20 лет условия. И Путин определил порядок выплаты, да, выплаты прибыли российских компаний лицам из недружественных стран. Вот видите, все определил, теперь будут платить лицам из недружественных стран. Обсудил с Лукашенко вопросы по продвижению союзного строительства. Понятно, что Лукашенко пытается загнуть, ему очень важно что-то получить. Либо чтобы Лукашенко на Украину вместе с ним напал, либо чтобы Лукашенко подписал все документы о создании единого государства, союзного, не в том виде, в котором оно существует, а реально, чтобы это была одна власть, одно правительство и так далее. А Лукашенко и там, и там его обманывает. Вот посмотрим, где он его, так сказать, загнет. В России растет количество безработных, заявил министр труда и социальной защиты. Как вы знаете, ситуация на рынке труда на сегодняшний день является достаточно стабильной. И, правда, 3,1 миллиона безработных граждан. Какие 3,1? Это те, кто к нему на учет встал. Безработных огромное количество. 3,1 миллиона. А будет вообще. Минфин решил ограничить доступ к информации юрлиц, попавших под санкции. Видите, вот как-то теперь нельзя будет узнать про этих всех, кто попал под санкции. Это информация для служебного пользования. На то вы узнаете, сколько они денег украли. А этого никто не хочет. Володя заявил о подготовке НАТО нападения Украины на Россию. И сказал, что это битва добра со злом. Ну, что я могу сказать? Я хочу сказать, что добра-то в этой битве нет ни с той, ни с другой стороны, 100%. Но я всегда, как в битве при Курукшетре, смотрю, на чьей стороне Кришна. То есть, на чьей стороне Бог. Конечно, он на стороне Украины, 100%. То есть, Кришна, возничий украинской колесницей. А эти обормоты и сволочь, конечно, они никак не могут вообще ни одного аргумента, ни логического, ни мистического, никакого другого не привести насчет того, что это битва за добро. Ну, за какое добро Россия борется? Ну, за вот эти машины стиральные, вот за такое добро, там, за унитазы и так далее. За это добро борется. Песков заявил, что указ об ответных мерах подлежит безусловному исполнению. Не исключил, значит, Песков появление дополнительных актов, регулирующих наказание за неисполнение указа главы государства о контрсанкциях. Какие? Вообще, о чем они говорят? Какие контрсанкции? Какие наказания? Все катится в тартарары, полнейшая жопа. Они что-то там быкуют, грубо говоря. Какие-то контрсанкции кого-то запугивают. Чем они могут запугать? Вот мне понравилось. Я помню, в свое время называл, в 2006 году, представьте, сколько времени прошло, в передаче, которая была вот в это же время, в конце апреля, в начале мая, каждую неделю я выходил на ТТВ, на ТТВ. И вот там в одной из передач я назвал Путина политическим изгибиционистом, имея в виду, что Ельцин голый король, и сразу было видно, что король голый. А этот медленно раздевается, и в конце, по концов, вывалит такую шнегу, что мы все охренеем. Это сказано в мае или в конце апреля 2006 года. Можно это найти на телевидении. Представляете? И вот я увидел, мне прислали картину, которая меня прям порадовала. То есть, видите, прошло столько лет, 16 лет прошло, и художники стали воспринимать ситуацию точно так же. Вот мне картина, нравится. Борис Джонсон с Зеленским и со смирительной рубашкой ловит Путина, а он показывает болт свой картине «Крик». Очень смешно. Реально хороший художник. Он там нарисовал еще, но я не могу показать, потому что меня забанит YouTube мгновенно. Там Лавров в кресле развалился, у него яйца из трусов вылезли, а кот лапкой играет с яйцами. Очень смешная картина, прям порно-стриптизер. Да, политический эксгибиционист. А, вернее, я его назвал политическим стриптизером. Это здесь эксгибиционист. Политическим стриптизером. Да, хорошо, подсказали. То есть, что медленно раздевается и потом вываливает шнягу. Спрашивают меня, вот прислали такую фотографию. Вернее, ну это просто хотели проиллюстрировать мое выражение, которое я написал в Твиттере во время президентского правления Медведева. Я тогда написал, что если бы Юрий Карлович Олеша писал «Три толстяка сегодня», он бы назвал произведение «Два карлика». Это цитата тогдашняя. Ну да, вот фотографию прислали, чтобы подтвердить. Это два такие карла стоят. Ну, правда, там набрали каких-то, которые еще меньше их. Вообще очень смешно. Это вот этот великан, вот этот таракан, он там рулит, запугал весь мир, якобы. На самом деле он купил всех. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok